С глаз долой и сердце вон! Было направлено одно уведомление в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, с которым у организации тоже нет никаких договорных отношений о том, что они в одностороннем порядке прекращают деятельность. В связи с предполагаемым решением о ликвидации, то есть фактов о ликвидации никаких не было представлено, ни выписки из реестра юридических лиц, никаких либо других. Буквально за несколько дней Минздрав переоформил собственность всех семи помещений, принадлежавших ранее по лесу на себя. На некоторых участках прием пациентов временно перенесли в близлежащие поликлиники. Ну хотелось бы конечно, чтобы остались те же самые врачи, все то же самое, так же работало с 8 до 8 и выходные, чтобы был прием, это очень удобно и в праздничные дни. Ну удобно здесь очень ходить врачам. На участке по улице Жиркевича прием и вовсе не останавливался. Теперь помещение закреплено за городской больницей номер 2. Половину медоборудования и часть мебели сюда уже завезли. Прием пока осуществляют два терапевта и два врача общей практики. В штатном режиме и выезды к пациентам надо. Прием организован таким образом, что с 8 до 20.00, первая смена с 8 до 14.00, вторая смена с 14 до 20.00. Также с сегодняшнего дня у нас работает процедурный кабинет, с понедельника планируется открыть прививочную работу, забор крови, забор анализов для лабораторных исследований. На участке бульвара архитекторов прием возобновят со дня на день. Здесь обслуживают 3800 маленьких жителей микрорайона Искры и Репина. Шефство над бывшим офисом полиса взяла детская городская больница. Свою работу возобновят участковые педиатры, кабинеты забора крови и анализов, прививочная и процедурная комнаты. По нормативам здесь 5 педиатрических участков. Пока к нам из полиса перешли на работу два участковых врача-педиатра. За счет внутренних резервов сейчас подключим еще специалистов. Сейчас ведем переговоры со специалистами. И я надеюсь, что по осени, когда будут выпущены летом выпускники, после аккредитации, мы укомплектуем здесь полностью специалистами. Пока загвоздка остается в работе узких специалистов. Нужно устранить все ошибки в лицензии, которые допустили прошлые хозяева помещений. Но это дело времени. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.